Мольба и предопределение Это известный вопрос, суть его в следующем Если то, о чем просит человек в своей мольбе, предопределено Всевышним, то оно непременно произойдет, вне зависимости от того, просил человек об этом или не просил А если оно не предопределено, то оно не произойдет, так же, вне зависимости от того, просил об этом человек или нет Некая группа людей, будучи убежденной в правильности этого утверждения, отвергла мольбу, сказав, мол, она бесполезна Эти люди, вдобавок к их глубокому невежеству и заблуждению, еще и противоречат самим себе Поскольку их убеждения предполагают, по сути, аннулирование всех причин Любому из них следует сказать Если утоление жажды и голода предопределены сами по себе, то они непременно осуществятся, вне зависимости от того, поешь ты или нет А если тебе оно не предопределено, то оно не осуществится, так же, вне зависимости от того, поешь ты или не поешь И если тебе суждено иметь ребенка, то он у тебя будет, вне зависимости от того, вступишь ты в близость со своей женой или наложницей, или не вступишь И если тебе не суждено его иметь, то его все равно у тебя не будет, и нет смысла жениться или приобретать наложницу И так далее в том же духе Скажет ли подобное разумный? И скажет ли подобное человек? Даже в животное заложен инстинкт, побуждающий его пользоваться причинами, которые поддерживают в нем жизнь и позволяют ему нормально существовать Получается, что животные разумнее и понимают больше, чем эти люди, которые не только уподобились животным, но и оказались более заблудшими, чем они Один из них, спеша показать себя разумным, сказал Обращение к Аллаху с мольбами относится к категории чистого поклонения, за которое Аллах вознаграждает обращающегося к нему Однако никакой роли в обретении желаемого мольба не играет Для сторонника этого мнения нет разницы между обращением к Аллаху с мольбами и воздержанием от него сердцем и языком Поскольку он убежден, что ни то, ни другое не оказывает никакого влияния на обретение или необретение желаемого То есть для него нет разницы между мольбой и молчанием Другая группа из их числа, еще более стремящаяся доказать логичность своих убеждений, сказала Мольба — это просто некий, установленный Всевышним Аллахом, указательное исполнение желания Если Аллах направляет человека к тому, чтобы тот обратился к нему с мольбой и создает ему все условия для этого То это признак того, что он обретет желаемое Это подобно тому, как увиденная зимой черная холодная туча является указанием на то, что будет дождь Они сказали, такова взаимосвязь между покорностью Аллаху и наградой И между неверием и грехами и наказанием Это всего лишь признаки того, что будет награда либо наказание Но они не являются причинами для них Правильным же является третье мнение У этого предопределения есть причины, к которым относится и мольба И оно не было бы предопределено просто так, без причин Нет, была предопределена причина И когда раб Аллаха воспользовался этой причиной, случилось предопределенное А если человек не воспользовался причиной, то, соответственно, предопределенное не случилось Это подобно насыщению и утолению жажды, которые предопределены через принятие пищи и питья и появлению ребенка через половое сношение, появлению растения через посев семян, выходу души из животного через его заклание. Также предопределено попадание в рай через совершение определенных деяний и попадание в ад посредством определенных деяний. Вот это мнение правильное Таким образом, мольба относится к числу сильнейших причин И если предопределено осуществление того, о чем человек просил в своей мольбе посредством этой мольбы То неправильно утверждать, что в мольбе нет пользы Как не говорят, что нет пользы в принятии пищи, питья и других движениях и действиях Нет причины полезнее, чем мольба, и так способствующей обретению желаемого Сподвижники знали об Аллахе и его посланнике, мир ему и благословение Аллаха Больше всех остальных представителей мусульманской общины И глубже понимали религию И они пользовались этой причиной должным образом Соблюдая все условия и этические предписания, связанные с мольбой Лучше всех остальных Омар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах Надеялся получить помощь и победу над врагом посредством мольбы И мольба была главным из его воинов Он говорил другим сподвижникам Немногочисленность приносит вам победу Она приходит к вам с небес И он говорил Меня не заботит ответ на мольбу Для меня важна сама мольба Ибо поистине, если вам внушена мольба То ответ придет с ней Как раз этот смысл вложил поэт в свои слова Если бы ты не хотел мне даровать То, чего жду я от щедрости рук твоих Просить у тебя, ты не стал бы меня приучать Кому внушено, что ему следует обратиться к Аллаху с мольбой Тому Аллах желает послать ответ на эту мольбу Ибо поистине Всевышний Аллах сказал Взывайте ко мне, и я отвечу вам Сура прощающий, аят 60 И Всевышний Аллах сказал Если мои рабы спросят тебя обо мне То ведь я близок и отвечаю на зов взывающего Когда он взывает ко мне Сура корова, аят 168 Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах Передает, что посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Аллах гневается на того, кто не просит его ни о чем Передали от Тирмизи ибн Маджа Из хадиса следует, что для снискания его довольства Надлежит обращаться к нему с мольбами И быть покорным ему И если Господь доволен тобой То все благо в довольстве его Подобно тому, как все беды в гневе его Разум, тексты Корана и Сунны Изначальная человеческая природа и опыт народов Вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности Указывают на то, что приближение к Господу миров Стремление к его довольству Доброта и благодеяние по отношению к его творениям Относятся к величайшим причинам Обретения человеком всякого блага А противоположности этим действиям Относятся к величайшим причинам Навлекающим на человека всякое зло Ничто не приносит человеку милости Всевышнего Аллаха И не отводит от него зло так Как делает это покорность ему Приближение к нему И благодеяние по отношению к его творениям Всевышний Аллах постановил в своей книге Что благо и зло в этом мире и в мире вечном Обретаются посредством деяний Подобно тому, как связал он между собой условия и воздаяние Основание и результат, причины и следствия Об этом упоминается в Коране Более чем в тысячи мест Иногда постановление Всевышнего Упоминается как следствие Соответствующего описания Свойства Того, в отношении кого оно вынесено Например, слова Всевышнего Когда они приступили пределы того, что им было запрещено Мы сказали им Будьте обезьянами презренными Сура преграды Аят 166 А также его слова Когда же они разгневали нас Мы отомстили им Сура украшения Аят 55 И слова Всевышнего Аллаха Поистине для мусульман и мусульманок Верующих мужчин и женщин Покорных мужчин и женщин Правдивых мужчин и женщин Терпеливых мужчин и женщин Смиренных мужчин и женщин Подающих милостыню мужчин и женщин Постящихся мужчин и женщин Хранящих целомудрие мужчин и женщин И часто поминающих Аллаха Мужчин и женщин Аллах приготовил прощение И великую награду Сура союзники Аят 35 Поистине для мужчин и женщин Послушных велением Аллаха Верующих Покорных Аллаху и его посланнику Мир ему и благословение Аллаха Правдивых и искренних В своих словах и делах Терпеливо противостоящих Своим страстям Терпеливых в покорности ему И перед лицом тягот и испытаний Боящихся Аллаха Отдающих обязательный закят И подающих добровольную милостыню Соблюдающих обязательные И добровольные посты Оберегающих себя от прелюбодеяния И всего, что ведет к ним И избегающих оставлять открытыми Те части тела, которые шариат Предписывает закрывать И много поминающих Аллаха Своими сердцами и языками Аллах приготовил прощение грехов И великую награду Рай Тафсир Муясар И подобных примеров очень много Иногда это имеет вид условия И воздаяния Например, слова Всевышнего Если вы будете бояться Аллаха То он одарит вас способностью Различать истину и ложь Отпустит вам ваши прегрешения И простит вас Сура добыча Аят 29 Вот как толкуется полный текст Этого аята в одном из тафсиров О те, которые поверили Аллаху И его посланнику И поступали согласно его шариату Если вы будете бояться Аллаха Исполняя его веления И соблюдая его запреты То он поможет вам Отличать истину от лжи И сотрет совершенные вами ранее грехи И не станет взыскивать с вас за них А от Аллаха исходит благодеяние И щедрое, обильное даяние Тафсир Муясар И его слова Но если они раскаются И будут совершать молитву И выплачивать закят То они станут вашими братьями по вере Сура покаяния Аят 11 А также его слова Если бы они устояли на прямом пути То мы напоили бы их водой в волю Сура джинны Аят 16 Можно привести и другие подобные примеры Иногда есть указания Посредством арабской частицы На назначение Действия или постановления То есть ответ на вопрос Зачем Посредством слов Чтобы Дабы Например, слова Всевышнего Дабы они размышляли Над его аятами И дабы обладающие разумом Помянули назидание Сура Сад Аят 29 И его слова Чтобы вы свидетельствовали Обо всем человечестве Чтобы посланники Всевышнего Донесли послание Господа До своих соплеменников Которым они были посланы А посланник Свидетельствовал о вас самих Что он донес до вас Послание Господа Сура Корова Аят 143 Похожий пример С арабской частицей Кэй Означающий Для того чтобы Например, слова Всевышнего Для того, чтобы не досталась она Только богатым среди вас Сура Сбор Аят 7 Иногда есть указание на причину С помощью частицы Би Означающий За то И Посредством Например, слова Всевышнего Это за то, что приготовили ваши руки Сура семейства Имрана Аят 182 А также его слова За то, что совершали Сура преграды Аят 43 А также его слова За то, что они приобретают Сура скот Аят 129 И еще его слова Это за то, что они сочли ложью Наше знамение Сура преграды Аят 146 А в некоторых случаях Упоминается то, ради чего Совершается действие Или предписывается делать нечто Например, слова Всевышнего То одного мужчину и двух женщин Которых вы согласны признать свидетелями Если одна из них ошибется То другая напомнит ей Сура корова Аят 282 А также его слова Это ради того, чтобы в день воскресения Вы не говорили Мы не знали этого Сура преграды Аят 172 И его слова Мы не спослали его ради того Чтобы вы не говорили Писание было неспослано Только двум общинам до нас То есть иудеям и христианам И мы ничего не знали о том, что они изучали А будь оно неспослано нам Мы соблюдали бы его лучше, чем они Сура скот Аят 156 Встречается и частица Которая также служит указанием На причинно-следственную связь Например, слова Всевышнего Они сочли его лжецом И подрезали чудесные верблюдицы Пророка Салиха под жилки А Господь поразил их за этот грех казнью Которая была одинакова для всех Или сравнял над ними землю Сура утра Аят 14 А также его слова Они ослушались посланника своего Господа И тогда он схватил их хваткой превосходящей Сура неизбежная Аят 10 И его слова Они сочли их обоих лжецами И тем самым обрекли себя на погибель Сура верующие Аят 48 Иногда употребляется для указания На ту же причинно-следственную связь Частица Лямма Например, слова Всевышнего Когда же они разгневали нас Мы отомстили им Сура украшения Аят 55 Есть и другие подобные примеры Иногда используются объяснения Объяснения с частицей Инна Например, слова Всевышнего Поистине Они спешили творить добро Сура пророки Аят 90 А также его слова О противоположной категории людей Поистине они были злодеями И мы потопили их всех Сура пророки Аят 77 Иногда два утверждения связывают со словами Если бы не Например, слова Всевышнего Если бы он, то есть пророк Юнус, мир ему Не был одним из прославляющих Аллаха То непременно остался бы в очреве Кошалота До того дня, когда они будут воскрешены Сура стоящие в ряд Аяты 143-144 А в других случаях Используется слово «если» Как указание на условия Например, слова Всевышнего А если бы они совершили то, чем их увещевают То так было бы лучше для них Сура женщины Аят 66 Если говорить в общем То Коран от начала до конца Ясно говорит о том, что воздаяние благом или злом А также предопределенные Всевышним явления во Вселенной И его постановления Поставлены в зависимость от причин Более того Все постановления, касающиеся мира этого и мира вечного Все то, что приносит благо или причиняет вред в обоих мирах Тесно связано с причинами и деяниями Тот, кто усвоит этот вопрос Уделив должное внимание его изучению Получит огромную пользу И не будет бездеятельно полагаться на предопределение Демонстрируя свое невежество Слабость, пренебрежение и халатность И превращая упование свое в слабость А слабость свою в упование По-настоящему понимает религию тот Кто противопоставляет предопределению предопределение Отталкивает предопределение предопределением И использует предопределение против предопределения Более того Человек не может жить иначе Ибо поистине Голод, жажда, холод И разные виды неприятностей и опасностей Относятся к предопределению И все творения стремятся оттолкнуть это предопределение другим предопределением И таким же образом, тот, кому Аллах помогает следовать правильным путем И кому Он внушает благоразумие Отталкивает предопределение наказания в мире вечном Предопределением покаяния, веры и благих деяний Это внушающее страх предопределение в мире этом и его противоположность одно Ибо Господь у двух обителей один, и мудрость его одна И в ней нет противоречий, и части ее не отменяют друг друга Этот вопрос относится к числу наиболее важных для тех, кто понимает его значимость и отдает ему должное А Аллах тот, кого просят о помощи Однако остаются две вещи, которые делают счастье раба Аллаха И преуспеяние его полными Первое, подробное знание причин зла и блага Раб Аллаха должен разбираться в этом, пользуясь тем, что он видит в этом мире А также собственным и чужим опытом И тем, что он слышал из истории народов древних и современных К полезнейшим средствам в этой категории относятся размышления надаятами Корана Ибо оно помогает справиться с этой задачей наилучшим образом В нем разъяснены подробно все причины блага и зла За ним следует сунна, ибо она родная сестра Корана и второе откровение И тот, кто посвятит им свое внимание, не будет испытывать потребности в чем-то ином Они показывают тебе благо и зло вместе с их причинами Так, будто ты видишь их собственными глазами И если затем ты ознакомишься с историей народов И тем, как Аллах чередует свои дни, благополучные и тяжкие Между покорными ему и ослушниками Ты увидишь, что это совпадает с тем, что ты узнал из Корана и Сунны И ты увидишь во всех подробностях то, о чем сообщил Аллах и что Он обещал И в его знамениях во вселенной ты увидишь доказательства того, что Коран истина И что посланник истина И что Аллах непременно исполнит свое обещание История, подробное изложение тех самых причин блага и зла О которых Аллах и его посланник, мир ему и благословение Аллаха, сообщил нам в общем Вторая, нельзя позволять душе внушать тебе неверное представление об этих причинах Это крайне важно, ибо поистине раб Аллаха знает, что грехи и беспечность Относятся к причинам, которые непременно повредят ему в этом мире и в мире вечном Однако душа его толкает его к ошибке, внушая ему, что он должен полагаться на прощение Аллаха А иногда она побуждает его отложить покаяние и спрашивание прощения Иногда она побуждает его откладывать желательное поклонение или приобретение знания Или осуществлять эти два действия неправильно Порой она побуждает его оправдываться предопределением Проводить неоправданные аналогии или подражать сильным мира сего Многие люди думают, что какой бы проступок человек не совершил Ему достаточно сказать, я прошу у Аллаха прощения И грех будет стерт Один человек, который считает себя знатоком религии, сказал мне Я делаю то, что делаю, а потом говорю, причист Аллах и хвала ему сто раз И все это прощается мне, поскольку в достоверном хадисе Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Кто скажет сто раз за день, причист Аллах и хвала ему Тому простятся его грехи, даже если они будут подобны пене морской Передали Аль-Бухари муслим Прощению подлежат только грехи, представляющие собой нарушение прав Аллаха Что же касается нарушения прав людей, то от человека требуется Возместить нанесенный им ущерб, загладить свою вину, попросить прощения и так далее Ибо это непременное условие прощения таких грехов А другой человек из числа жителей Мекки сказал Если кто-то из нас согрешит, он совершает полное омовение И семь раз обходит вокруг Каабы, и грех его стирается А другой сказал мне В достоверном хадисе пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Один раб Аллаха согрешил, и сказал «Господь мой, я согрешил, прости же мне» И он простил ему Спустя столько времени, сколько пожелал Аллах Он снова согрешил и сказал «Господь мой, я согрешил, прости же мне» И он простил ему Спустя столько времени, сколько пожелал Аллах, он снова согрешил и сказал Господь мой, я согрешил, прости же мне И Всевышний Аллах сказал Знает раб мой, что есть у него Господь, который прощает грех и наказывает за него Я уже простил рабу моему, так пусть же он делает, что пожелает Передали Аль-Бухари муслим По словам Ибн Батталя, из хадиса следует, что участь упорствующего в грехах зависит от воли Аллаха Если он пожелает, то подвергнет его наказанию, а если пожелает, то простит Фатх Аль-Бари Этот человек сказал И я не сомневаюсь в том, что есть у меня Господь, который прощает грех и наказывает за него Эта категория людей привязалась к текстам, вселяющим надежду и положилась на них, вцепившись в них обеими руками И когда их упрекают за грехи и неподобающее поведение, они приводят тебе заученные ими тексты о безграничной милости Аллаха и его прощении И тексты, вселяющие надежду Невежественные люди, относящиеся к этой категории, порой доходят до явных странностей Например, они говорят Совершай грехи, совершай их как можно больше, ведь прибыть тебе предстоит к великодушному Другой сказал Отдаление от грехов – незнание о безграничности милости Аллаха Другой же сказал Отказ от грехов – дерзость по отношению к прощению Аллаха и преуменьшение его Абу Мухаммад ибн Хазм сказал Я видел, как один из них говорил, обращаясь к Аллаху с мольбой О Аллах, поистине я прошу у тебя защиты от безгрешности Некоторые из этих обольщенных отстаивают позицию джабаритов Утверждая, что нет у раба Аллаха ни собственных действий, ни выбора И он принужден совершать грехи А некоторые из них разделяют убеждения мурджиитов И считают, что вера – это просто вера сердцем И деяния к вере не относятся И вера у нечестивейшего из людей такая же, как и у ангелов Джибриля и Микаиля А некоторых обольстила любовь к аскетам, шейхам и праведникам Они часто приходят на их могилы и взывают к ним Используя их в качестве заступников и ища приближения к Аллаху через них Они просят Аллаха, заклиная его их правом и их высоким положением у него А для некоторых источником обольщения становятся предки Они считают, что их предкам отведено особое положение у Аллаха и они праведны И они, разумеется, спасут его, как в случае с царями, которые прощают проступки сыновей и родственников своих приближенных И если один из них попадает в прискверное положение Его отец или дети вызволяют его посредством своего влияния и положения А некоторых обольстило утверждение о том, что всемогущий и великий Аллах не нуждается в том, чтобы наказывать человека Ведь это наказание ничего не добавляет к тому, чем он владеет И помилование этого человека также ничуть не уменьшит то, чем он владеет Человек говорит Аллах непременно помилует меня Ведь он ни в ком и ни в чем не нуждается Ведь если бы бедняк, нуждающийся в глотке воды, подошел к дому, стоящему на берегу реки То хозяин дома не стал бы мешать ему испить воды А Аллах несравнимо более щедр И его владение больше И прощение чьих-то грехов ничуть не уменьшает то, чем он владеет И наказание кого-то за их грехи ничего не добавляет к тому, чем он владеет А некоторых обольщает неверное понимание Корана и Сунны И они полагаются на это понимание подобно тому, как кто-то полагается на слова Всевышнего «Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен» Сура утра, аят пятый А пророк, мир ему и благословение Аллаха Мол, не будет удовлетворен, если кто-то из его общины войдет в огонь Все это отвратительное проявление невежества и явная ложь, возводимая на посланника Аллаха Мир ему и благословение Аллаха Ибо ему угодно то, что угодно его Всевышнему Господу А Всевышнему угодно подвергать наказанию несправедливых, нечестивцев и вероломных И упорствующих в совершении тяжких грехов И нельзя допускать даже мысли о том, что посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, может быть угодно то, что не угодно Всевышнему Господу А некоторые из них полагаются на слова Всевышнего Поистине Аллах прощает все грехи Сура толпы, аят пятьдесят третий Это также относится к отвратительным проявлениям невежества Ибо поистине сказанное в аяте распространяется и на предавание Аллаху сотоварищей, ширк Ибо оно главный из всех грехов и основа их Среди ученых нет никаких разногласий относительно того, что этот аят о раскаявшихся То есть грехи прощаются всякому кающемуся, в каком бы грехе он не раскаялся Если бы этот аят был не о раскаявшихся, то все тексты, содержащие угрозы Всевышнего, не имели бы никакого смысла Равно как и хадисы о том, что некоторые люди из числа приверженцев единобожия будут выведены из огня благодаря заступничеству Людей с такими убеждениями подвела скудность их знаний и неправильное понимание текстов Ибо поистине здесь Всевышний Аллах говорит в общем И известно, что он имел в виду раскаявшихся А в суре женщины упомянуты условия и ограничения Всевышний Аллах сказал Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищей Но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает Сура женщины, аят 48 Всевышний Аллах сообщил, что он не прощает ширк И он сообщил, что прощает остальное И если бы это было сказано о раскаявшемся То не было бы разницы между ширком и другими грехами Некоторые невежественные люди обольщаются словами Всевышнего О человек, что ввело тебя в заблуждение относительно твоего великодушного Господа Сура раскалывания, аят 6 Они говорят великодушие его А некоторые говорят, мол он сам подсказал ему довод Это отвратительное невежество Такого человека обольщает и вводит в заблуждение Обольщающий шайтан и собственная душа его, побуждающая к скверному Его невежество и страсти Всевышний Аллах употребил слово Аль-Карим Означающее великий Господин, которому покоряются И в отношении которого не следует обольщаться И к праву которого нельзя относиться пренебрежительно И этот обольщенный поместил обольщение не туда, где ему место И впал в заблуждение относительно того Относительно кого не следует впадать в заблуждение Так некоторых из них обольстили слова Всевышнего об адском пламени Будет гореть в нем только самый несчастный Который считает истину ложью и отворачивается Сура ночь, аяты 15, 16 То есть не войдет туда никто, кроме пропащих Которые обвинили во лжи пророка Мухаммада Мир ему и благословение Аллаха Отвернулись от веры в Аллаха и его посланника Да благословит его Аллах и приветствует И отказались от покорности Аллаху и его посланнику Мир ему и благословение Аллаха Тафсир Муэссер А также его слова уготован неверующим Сура корова, аят 24 И такой обольщенный не знает, что в словах Всевышнего Я предостерег вас от пылающего огня Сура ночь, аят 14 Подразумевается особое пламя Одно из тех, которые есть в слоях гиенны И если бы подразумевалась вся гиенна То Всевышний сказал бы, что туда войдет только самый несчастный Но он сказал, будет гореть в нем только самый несчастный Сура ночь, аят 15 И то, что он не будет гореть в этом пламени Не указывает в обязательном порядке на то, что он туда не войдет Потому что гореть более узкое понятие, нежели войти И отрицание более узкого понятия Не предполагает отрицание более широкого понятия К тому же, если бы этот обольщенный Поразмышлял над аятом, который следует за этим То он бы понял, что к нему это не относится И ему не гарантировано, что он избежит огня Что же касается сказанного Аллахом о Баде Уготован для неверующих И сказанного им о рае, приготовлен для богобоязненных То тот факт, что ад уготован неверующим Вовсе не противоречит тому факту, что нечестивые и несправедливые тоже войдут туда И то, что рай приготовлен для богобоязненных Не противоречит тому факту, что туда войдут также и те, в чьем сердце была вера Всего на вес мельчайшей частички И при этом они не делали никакого добра А некоторые обольщаются, полагаясь на пост в день Ашуры Или в день пребывания паломников на Арафате Такой человек говорит, мол, постившемуся в день Ашуры Прощаются грехи за целый год А пост в день пребывания паломников на Арафате Добавочная награда Этот обольщенный не понимает, что пост в Рамадан и пятикратная молитва Важнее и значимее поста в день стояния паломников на Арафате и в день Ашуры А их соблюдение влечет за собой прощение совершенных между ними грехов В том случае, если ты воздерживался тяжких грехов И чтобы человеку простились грехи, совершенные в период между двумя Рамаданами И грехи, совершенные между двумя пятницами Человек должен избегать совершения тяжких грехов Когда выполняются эти условия, человеку прощаются малые грехи Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах Передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Совершение каждой из пяти обязательных молитв и каждой из пятничных молитв Становится искуплением для прегрешений, совершенных в период между ней и предыдущей Если обошлось без совершения тяжких грехов Передал Муслим Как же может один день добровольного поста Повлечь за собой прощение всех тяжких грехов, которые совершал человек в течение года При том, что он еще и упорствует в их совершении и не раскаивается в них Это невозможно При этом, в принципе, нет ничего невозможного в том, чтобы пост в день пребывания паломников на Арафате и в день Ашуры Повлек за собой прощение всех грехов, совершенных за год Однако эти тексты относятся к благим обещаниям Всевышнего, которые сопряжены с определенными условиями и ограничениями Так, например, упорство в совершении тяжких грехов является препятствием для упомянутого прощения Если человек не упорствует в совершении тяжких грехов То пост и отказ от упорства в совершении тяжких грехов Помогают друг другу в осуществлении прощения грехов Также пост в Рамадан и совершение пятикратной молитвы Вместе с отказом от совершения тяжких грехов Помогают друг другу в осуществлении прощения малых грехов Хотя Всевышний Аллах сказал Если вы будете избегать тяжких грехов из того, что вам запрещено То мы простим ваши скверные поступки Сура женщины, аят 31 Отсюда следует, что объявление чего-либо причиной для прощения грехов Не исключает сотрудничество этой причины с какой-то другой В осуществлении этого прощения И таким образом, прощение, которое осуществляется посредством соединения двух причин Более действенное и совершенное, нежели прощение, у которого была только одна причина И чем сильнее причины прощения, тем действеннее, совершеннее и обширнее это прощение Некоторые люди положились на переданные пророкам, мир ему и благословение Аллаха, слова Всевышнего Я таков, как думает обо мне раб мой Так пусть же он думает обо мне, что пожелает Передал Ахмад То есть, как он думает обо мне, так я и поступлю с ним Согласно одному из толкований, это значит, я способен на то, чего он ожидает от меня Будь то наказание за грехи или награда за благие деяния И я оправдываю надежды человека, дарую ему то, к чему он стремится И ради чего прилагает усилия Не приходится сомневаться в том, что человек, думая об Аллахе благое, сам вершит благие дела Совершающий благие деяния думает об Аллахе благое в том смысле, что он ожидает от Господа своего Что он воздаст ему благом за его благодеяние, непременно исполнит свое обещание и примет его покаяние Что же касается творящего зло, упорствующего в совершении тяжких грехов, несправедливости и противоречия велениям Господа То ощущение отдаленности от него, вызываемое ослушанием, несправедливостью и совершением запретного Мешает ему думать благое о Господе своем Поистине беглый, скверно поступающий раб, вышедший из покорности Господину своему, не думает о нем хорошо Невозможно совместить ощущение отдаленности от него, вызванное скверными поступками, с благими мыслями об Аллахе Совершающий скверные поступки чувствует отдаленность от Аллаха соответственно своим скверным поступкам Самые благие мысли о Господе у наиболее покорных ему Как сказал Аль-Хасан Аль-Басри, поистине верующий думает благое о Господе своем и совершает благие дела И поистине нечестивец скверно думает о Господе своем и совершает скверные поступки В другом своем труде имам Ибн Аль-Кайям сказал Всевышний Аллах возложил на каждого свою форму подчиненности Аллаху, обудия, соответствующую его положению, сверх общей подчиненности ему, которая одинакова для всех его рабов На ученого возложена подчиненность, которая не возлагается на невежественного Распространение сунны и полезного знания, с которым Аллах направил своего посланника, мир ему и благословение Аллаха И от него требуется терпение, которое не требуется от других На правителя возложена подчиненность, которая не возлагается на муфтия Утверждать истину, притворять ее в жизнь и обязывать к следованию ей своих подданных Терпеливо исполнять эту обязанность и бороться во имя этого На состоятельного возложена подчиненность, которая не возложена на бедного Соблюдать связанные с его имуществом права А на способного побуждать к одобряемому и удерживать отпорицаемого своими руками и языком Возложена подчиненность, которая не возлагается на неспособного к этому Илям Аль-Муаккейн Да и как будет думать хорошее о Господе своем тот, кто бежит от него Упорно совершает то, что вызывает его недовольство и гнев Навлекает на себя проклятие его Пренебрежительно относится к его правам и повелениям и не исполняет их И также пренебрежительно относится к запретам его И упорствующей в их нарушении Как будет думать хорошее о Господе своем тот, кто открыто воюет с ним И враждует с его приближенными Благосклонно относится к его врагам Отрицает его совершенные качества Скверно думает об описаниях, которые он дал себе И которые дал ему его посланник Мир ему и благословение Аллаха Полагая по невежеству своему, что принять их как есть Заблуждение и неверие И как он будет думать хорошее о том, кто по его мнению Не говорит, не повелевает, не запрещает, не проявляет довольства, не гневается Всевышний Аллах сказал о тех, кто поставил под сомнение способность Аллаха Слышать абсолютно все Эти ваши предположения, которые вы делали о вашем Господе Погубили вас И вы оказались одними из потерпевших убыток Сура разъяснены Аят 23 Когда они решили, что Аллаху неизвестно многое из того, что знают они Это означало, что они скверно думали о Господе своем Что и погубило их То же самое происходит со всяким Кто отрицает его качества и описания Свидетельствующие о его совершенстве и величии И приписывает ему то, что неприличествует ему Если такой человек думает, что Аллах введет его в рай То это обольщение и обман, исходящий от его собственной души А также посулы шайтана, а не благие мысли о Господе Поразмышляй же на эту тему Подумай о том, как велика потребность в этом Как уживается убежденность в сердце раба Аллаха в том Что он встретится с Аллахом И что Аллах слышит его слова и видит его, где бы он ни был И знает о нем все тайное и явное И не укрывается от него ничего, даже самое потаенное из дел его И что он предстанет перед ним и будет спрошен обо всем, что делал Как уживается эта убежденность С тем, что он всячески навлекает на себя недовольство его И не исполняет веления его И не соблюдает права его И при этом он ожидает от него благого Разве это не обман душ И не обольщение в виде пустых мечтаний Абу Умама ибн Сахаль ибн Хунаев сказал Как-то я зашел вместе с Урвой ибн Аззубайром Кайше, да будет доволен ею Аллах И она сказала Если бы вы видели посланника Аллаха Мир ему и благословение Аллаха Когда он заболел У меня было шесть или семь его динаров И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует Велел мне раздать их Однако болезнь посланника Аллаха Мир ему и благословение Аллаха Отвлекла меня от этого до тех пор Пока Аллах не исцелил его Затем он спросил меня о них Сказав Как ты поступила? Ты раздала шесть динаров Я ответила Нет, клянусь Аллахом Меня заняла болезнь твоя И он повелел принести их Положил их на свою ладонь И сказал Чего мог бы ожидать пророк Аллаха Если бы он встретил Аллаха При том, что эти деньги все еще у него А в другой версии говорится Чего мог бы ожидать Мухаммад от Господа своего Если бы он встретил Аллаха При том, что эти деньги все еще у него Передал Ахмад И действительно Чего ожидают от Аллаха Совершающие тяжкие грехи И творящие несправедливость Когда встретятся с ним Принеся с собой все те обиды Которые они нанесли его рабам Если бы им могли принести пользу их слова Мы думали о тебе благое То не подвергался бы наказанию Ни несправедливый, ни нечестивец И каждый мог бы делать, что хочет И нарушать все запреты Аллаха Ему достаточно было бы просто думать об Аллахе хорошее Что он не станет наказывать его И огонь не коснется его Причист Аллах До чего же может дойти раб Аллаха в своем обольщении Ибрахим, мир ему Сказал своим соплеменникам Неужели вы желаете иметь других богов помимо Аллаха Измышляя ложь И что вы думаете о Господе миров? Сура стоящий в ряд Аяты 86-87 То есть, что, как вы думаете, он сделает с вами Когда вы встретитесь с ним При том, что вы поклонялись не ему Кто задумается над этим по-настоящему Поймет, что думать об Аллахе благое И совершать благие дела Это, по сути, одно и то же Ведь раба Аллаха побуждает к совершению благих дел То, что он ожидает от Аллаха благого Что он вознаградит его за благие деяния И примет их от него То есть, к совершению благих деяний Его подталкивают благие мысли об Аллахе Чем лучше он думает об Аллахе Тем лучше его деяния А думать об Аллахе благое И при этом следовать своим страстям Слабость Шаддат Ибн Аус передает Что пророк да благословит его Аллах И приветствует, сказал Благоразумен тот, кто спрашивает с души своей Подчинив ее себе И трудится ради того, что после смерти И неблагоразумен тот, кто позволяет душе своей Следовать ее страстям И не удерживает ее от запретного И при этом безосновательно ждет от Аллаха Благой участи для себя Передали от Тирмизи Ибн Маджа Если говорить в общем То благие мысли об Аллахе Должны сопровождаться созданием причин для спасения Если же человек создает причины для собственной гибели То это никак не сочетается с благими мыслями об Аллахе Кто-то может сказать Мол, это все-таки сочетается Если человек надеется на безграничное прощение Милость, снисходительность и щедрость Аллаха И на то, что милость его опережает его гнев И что ему не приносит пользы то, что он подвергнет кого-то наказанию И не вредит то, что он прощает кого-то Ответить можно следующим образом Все так И Аллах даже более великий, великодушный, щедрый и милостивый, чем о нем думают Однако все эти свои качества Он проявляет только там, где они должны быть проявлены Поистине ему, Всевышнему Присущи и такие качества, как мудрость, могущество, отмщение, суровая хватка И он карает тех, кто заслуживает кары И если бы благие мысли об Аллахе основывались просто на его качествах и именах То в этом были бы равны благочестивый и нечестивый Верующий и неверующий Его приближенный и его враг Преступнику не приносят пользы его имена и качества Когда он навлек на себя его недовольство, гнев и проклятие Совершая запретное и приступая установленные им ограничения Благие мысли об Аллахе приносят пользу тем, кто раскаялся, пожалел о содеянном И перестал грешить, сменив скверные дела благими И наполнил остаток жизни своей благом и покорностью Аллаху И после этого думает благое об Аллахе Вот это и есть благие мысли об Аллахе А описанное ранее — обольщение А Аллах тот, кого просят о помощи И не считай этот раздел слишком большим Ибо поистине потребность в нем огромна у каждого, кто различает благие мысли об Аллахе и обольщении Всевышний Аллах сказал Поистине те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха Сура корова, аят 218 Он сказал о них, что они обладатели надежды, в отличие от бездельников и нечестивцев Всевышний Аллах сказал Поистине твой Господь после всего этого прощает и милует тех уверовавших Которые переселились после того, как были подвергнуты искушению со стороны мекканских язычников И затем, обретя свободу, сражались с ними и проявляли терпение Сура пчелы, аят 110 Всевышний Аллах сообщил, что он и после всех этих поступков остается прощающим Милостивым по отношению к тем, кто совершает их Обладающий знанием прибегает к надежде там, где к ней следует прибегать А обольщенный невежда, а обольщенный невежда прибегает к ней не там, где к ней следует прибегать Субтитры создавал DimaTorzok